Израиль за неделю на Народной Волне Пожалуйста, обновите, апдейтите ваши приложения, если они у вас были Или загрузите у кого не было, и вы можете слушать нас с помощью бесплатного приложения Ну и традиционно о событиях в Израиле наш израильский корреспондент Ася Энтова Здравствуйте, Ася Здравствуйте, Сергей Здравствуйте, радиослушатели Традиционно начинаем с новостей пандемии, COVID-19 В Израиле пошла вторая волна Все соглашаются с тем, что после того, как широко открыли и школы, и рестораны, и все остальное Количество зараженных опять увеличивается, говорят о второй волне И делают шаг назад Если раньше разрешалось праздновать торжества до 250 человек То сейчас собрание не больше 50 Строго штрафуют, если люди ходят не в масках Школы вот-вот выйдут на каникулы, значит, само собой уйдет эта проблема Студенты экзамены будут сдавать только по интернету В общем, готовимся к тому, что история с короной окажется гораздо более длинной, чем нам бы хотелось И если вначале все, подавляющее большинство поддерживало шаги на Таньягу, его рейтинг взлетел, то теперь народ уже устал Устал сидеть дома Ну, у вас это выливается вот в эти бунты страшные А у нас тоже пытаются сделать что-то похожее Тоже левые хотят сбросить Нетаньягу, тоже устраивают всякие демонстрации против него И главное, что народу просто надоело сидеть дома И даже те, кто за Нетаньягу, готов поддаться вот таким разговорам, что ничего страшного, что болеют только старики Хотя вот у нас недавно умерла 19-летняя девушка Ну, правда, у нее были очень большие проблемы В свои 19 лет она весила сильно больше 100 килограмм И у нее были сильные проблемы с обменом веществ, так что сопутствующие болезни Так вот, не хочет народ опять садиться дома на карантин Хотя многие с удовольствием работают из дому Но не хотят быть запертыми дома Не хотят жертвовать тренажерными залами, ресторанами и так далее Но пока что мы держимся Пока что есть большой запас В общем, можем себе позволить еще достаточно большое количество заболевших Есть ресурсы, есть койки, есть аппараты Но, в общем, это не очень приятно Надеялись, что уже с этим покончено И в связи вот с коронавирусом Количество безработных вроде бы оно пошло резко Резко стало уменьшаться А теперь, когда опять все закрывается Опять встает эта проблема И встает проблема, что же нам делать с нашей национальной авиакомпанией Ну, она вообще-то была приватизирована Но теперь есть две альтернативы Она полностью разоряется из-за того, что сейчас никто никуда не летает И рассматриваются две альтернативы Сначала думали о том, что государство ее опять возьмет в свои руки Вложит довольно большое количество денег туда И она станет полугосударственной Но вроде бы нашелся какой-то миллиардер Израильтянин, живущий за границей Который ведет переговоры о том, что эту компанию купит И так будет решена вся проблема Ну и, как говорится, не было бы счастья Да несчастье помогло Когда вот так вот всех прижимается эпидемия короны То арабские страны отложили в сторону все свои претензии к Израилю И стали с Израилем сотрудничать гораздо более плотно Даже несмотря на все разговоры о суверенитете Мы сейчас поговорим об этом Объединенные Арабские Эмираты, например Уже перешли от тайного сотрудничества к явному И афишируют о том, что Израиль взялся им помогать В частности, помогать с разработкой различных средств Против вируса COVID-19 Так что, видите, когда есть общая опасность Это способствует объединению Или старая шутка Фаины Раневской Против кого дружим Против кого дружим оказывается гораздо более эффективной Чем просто различные разговоры о мире Так вот, переходим к вопросу о суверенитете И поскольку 1 июля у нас уже на носу А это именно та дата, которую назначил Нетаньян Для того, чтобы объявить о том, что он принимает план Трампа Так называемая сделка века И в рамках этого плана Распространяет израильский суверенитет На Иорданскую долину и большую часть Иудеи и Самарии Так вот, чем ближе мы подходим к этой дате Тем больше мы видим недовольных и слева, и справа Ну, слева понятно Там просто боятся, боятся Иудеи и Самарии Как земли, на которой зиждется еврейское самосознание Боятся правых Боятся усиления национальных настроений И всячески этому препятствуют А вот справа проблема более сложная Во-первых, правым людям очень не нравилось Что сделка века включает Пусть даже формальное Пусть даже, так сказать, условное Объявление о палестинском государстве И хотя оно обусловлено различными условиями Что арабы палестинской автономии должны то, должны сё Для того, чтобы у них было своё государство Тем не менее, в общем, очень существует явная опасность Потому что в рамках всех предыдущих сделок Арабы всегда тоже там обуславливались Что они сделают то и сделают это Тем не менее, они фактически ничего не делали Но всё получали И поэтому очень опасаются Что те земли, которые не перейдут Под израильский суверенитет Что на них будет, так сказать, ужесточение арабской власти Что арабы могут там перекрывать дороги к поселениям Напомню, что в данном случае Пока что речь идёт не более чем О третьей иудеи-самарии И почему я говорю не более чем? Потому что сразу было объявлено о третьей А теперь Нетаньягу говорит, что нет Что он уменьшит план Не очень понятно, в чём смысл такого уменьшения плана Это всё равно, что резать хвост собаке по частям Потому что все, кто мог высказать возмущение И арабы, и международные организации Все его и так нам выскажут Но Нетаньягу Может быть для того, чтобы как-то Дать возможность слезть с дерева, скажем, Иордании Или другим арабским странам Которые, в общем-то, не хотели бы ссориться с Израилем Говорит, что мы не будем на первом этапе Аннексировать Распространять суверенитет на всю Иорданскую долину А распространим пока только на часть иудеи-самарии Где есть еврейские поселения И то не на все еврейские поселения Штук 18 еврейских посёлков Остаются, как я уже сказала За границей суверенитета И вопрос, что будет с дорогами Даже если внутри, так сказать, они останутся самостоятельными Что будет с дорогами Смогут ли евреи спокойно добираться Или там начнёт царствовать полиция палестинской автономии Вот это вот вопросы нерешённые, непонятные Непонятно, знает ли сам Нитаниягу и Трамп с его советниками Ответы на эти вопросы И 1 июля мы надеемся, что что-то прояснится И станет понятно, что же действительно В каких пределах суверенитет распространяется И что будет с остальными территориями Пока что Нитаниягу и американские советники Говорят, что там ничего не изменится Но, в общем, опасность такая существует Значит, проблема в том, что ничего до сих пор непонятно Ничего не известно точно И Нитаниягу кивает на своего соправителя Министра обороны Бени Ганса Что якобы Ганс не согласен на распространение суверенитета Вот полностью и на Иорданскую долину И на треть Иудеи и Самарии С другой стороны, при заключении коалиции с Гансом Вроде бы Ганс подписал Но подписал, что при условии, что Америка будет согласна И вроде бы Америка согласна В общем, каждый кивает на другого А боюсь, что Израилю еще далеко от получения Под свой суверенитет достаточно большой территории Во всяком случае, 1 июля, по-видимому, мы узнаем это более точно Ну, а пока что Нитаниягу на организованной виртуальной конференции Объединенные христиане за Израиль Christians United for Israel Он там говорил о распространении суверенитета как о деле решенном И очень сильно благодарил Трампа Подыгрывал Трампу перед христианами, перед будущими выборами Объявлял, как Трамп защищает интересы Израиля Как Нитаниягу и весь Израиль благодарны Трампу за то, что он признал голландские высоты израильскими За то, что он перенес посольство в Иерусалим И за то, что он благословляет нас распространить свой суверенитет Но, опять же, это было сказано все вообще Ничего конкретного, никаких планов, никаких карт там не было И Нитаниягу говорит, что и сегодня еще все эти карты уточняются И ведутся переговоры с различными американскими советниками Ну, а пока что левые наши пустились во все тяжкие Перед объявлением суверенитета И устроили, ну, примерно, да, как у вас Ну, может быть, не так сильно, как у вас в Америке Но, в общем, пытаются дестабилизировать ситуацию Устраивают митинги с черными флагами в Иерусалиме Перед домом главы правительства И в то время, как, в общем, запрещены собрания, запрещены митинги Всех обязывают носить маски Они ходят без масок Они собираются в большом количестве И, как и у вас, правительство, в общем, полиция У полиции практически связаны руки Когда полиция арестовала одного из лидеров Одного из лидеров вот этого вот движения протеста Амира Хескеля, военного в отставке То тут же вся пресса бросилась на его защиту Что вот как такая нехорошая полиция арестовывает А у полиции было прямое право его арестовать Он нарушал порядок, он перекрыл дорогу Он вышел на проезжую часть, не давал машинам проехать Тем не менее, вот когда такие демонстрации С перекрытием дорог были Когда-то давно В 95-м году Движение Зуарцейну Или в 2004-2005 Движение против выселения евреев из Кушкатифа Тогда полиция зверствовала Тогда полиция даже превентивно арестовывала людей Которые по их расчетам ехали на такие демонстрации А сегодня из-за того, что пресса поднимает шум Полиция тут же и отпустила Как арестовала, так и отпустила Зачинщиков вот этих вот массовых демонстраций И, по-видимому, против них даже не будет возбуждено Никакого уголовного дела Напомню, что в 95-м году Против лидера движения Зуарцейну Маши Фейглина Который устраивал массовые демонстрации Против договора ОСЛО Так вот, все, что он делал Это был ненасильственный протест Перекрытие дорог Люди выходили и ложились на землю На проезжей части Когда их арестовывали Они, так сказать Иногда они выходили сразу со связанными руками Когда их арестовывали Они шли в машину И у них на маечках было написано Я готов быть арестованным за свою страну Никто полиции не сопротивлялся Тем не менее Маши Фейглина обвинили Не больше и не меньше Как в восстании В бунте На иврите это называется Амрада И приговорили к довольно солидному сроку Который потом заменили работами Общественными работами Так вот, сегодня, по-видимому Против левых демонстрантов Не будет открыто никаких уголовных дел Но надо подчеркнуть Что их достаточно мало Их достаточно мало Большая часть населения Израиля Поддерживает Нитаньягу Даже при том, что Недовольны ужесточением карантина Но поддерживает его Очень рады правительству Национального единства Что есть, наконец, консенсус Не нужно опять идти на выборы И вот это вот меньшинство По-видимому, все-таки Не сможет препятствовать Нормальной работе нового правительства Так вот, одна из акций Кроме вот таких акций С демонстрациями Одна еще из таких ярких акций Левых Это было то, что они подсыпали Что-то в фонтан На площади Трампа В Петахтитве Сделали небольшую площадь С фонтаном посередине Ее объявили площадью Трампа И они туда что-то подсыпали Так что получилось Что там красная вода Как кровь И написали, что Окупация Из-за оккупации Из-за аннексии Прольется много крови Вот такое вот Красочное предупреждение Ну, полиция расследует Кто это сделал Пока Пока никого не нашли А Кроме вот этой вот площади Имени Трампа Израиль В знак благодарности Трампу За дружественную политику По отношению к Израилю И В знак поддержки Будущей сделки века Собирается на Голланах Построить Поселок Поселок Который будет носить Имя Трампа Ну, вопрос Действительно ли будет Так хороша эта сделка века Он пока открытый Но поселок Уже планируется И В общем Имя это уже Уже фигурирует На карте Сергей Не хотите ли дать Телефон Да, обязательно Телефон В студии 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста, звоните Вы сказали О консенсусе В коалиции Но вот Тут есть сообщение О том, что назревает Очередной Очередной Коалиционный кризис В связи с принятием Бюджета Ну, он все время Это разговоры О коалиционном кризисе Идут все время И ГАНС все время Отвечает уклончиво Что он вроде бы С одной стороны Поддерживает Распространение Суверенитета Но с другой стороны Есть другие Приоритеты Сначала нужно Бороться с Вирусом Сначала нужно Управлять Экономику ГАНС отвечает Очень уклончиво Но, по-видимому Все-таки Проблема не в ГАНСе И хотя все время Говорят о том Что Поскольку По всем опросам Мандаты Ликуда Растут Мандаты правых Растут А мандаты левых Уменьшаются То, в общем По всем опросам Вполне Ликуду выгодно В любой момент Разрушить правительство Пойти снова На выборы Но, по-видимому Это просто Такой способ Давления Так что По-видимому Все-таки Большинство Большинство Репутатов Кнеста Совершенно Не заинтересовано Потому что Скажем ГАНСу И Перецу Из рабочей партии Ничего не светит На ближайших выборах Поскольку Они явным образом Нарушили Нарушили обещания Своему избирателю Нитаньягу Тоже нет сил Еще опять Участвовать В выборах И снова Так сказать Все это проходить Поэтому По-видимому Все эти разговоры Это просто Средство давления И По-видимому Все-таки Нитаньягу С ГАНСом Могут договориться И ГАНС играет роль Плохого полицейского А Нитаньягу Хорошего Нитаньягу Говорит Не могу Аннексировать Все, что я С дорогой душой Но не могу Все ГАНС упирается Ну По-видимому Так сказать Там У них Существует Договоренность Между ними Давайте Мы сделаем Небольшой перерыв Буквально Несколько минут После чего Вернемся И продолжим Израиль За неделю На народной волне Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Асиантовой Напомню Телефон В студии 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста Звоните У меня вопрос По поводу Там шли переговоры По поводу Передачи двух тел И по-моему Гражданских Совершенно верно Совершенно верно То оживляли То затихали Переговоры С Хамасом Потому что Хамас удерживает До сих пор Тела двух наших солдат Адара Гольдина И Ароны Шауля Которые Которые В 2014 Сначала Сначала Считали Пропавшими Без вести Потом Хамас Заявил Что тела Этих солдат Находятся У них И вроде бы Сейчас Идет Оживление Переговоров Вроде бы Сейчас Израиль Предлагает Что он Выпустит Из тюрем Женщин Выпустит Из тюрем Подростков Ну то есть Несовершеннолетних Арестованных И Людей Как у нас говорят Золотого возраста То есть Достаточно Престарелых И Предлагает Вот Такую Обменную сделку И Присовокупит Туда Тела Террористов Которые В Израиле Находятся Хамас Вроде бы Пока Не соглашается На такие условия Но Видно Что В общем Это Это лучше Чем ничего И Вряд ли Израиль Предложит Что-то Лучше Ну а Параллельно С переговорами Идут Идут Бомбардировки Израиль Подвергся Обстрелам Из газа И Не остался В долгу И Вот В пятницу Были Были Уничтожены Объекты Хамаса В газе Хотя Хамас Утверждал Что он К этим Обстрелам Израиля Не имеет Никакого Отношения Это вовсе Не он Это Исламский Джихад Тем не менее Власть Хамаса Хамас За все Отвечает А на прошлой Неделе Были Уничтожены Склады Оружия Хамаса Ну вот Израиль Израиль Делает Совершенно Явно Говорит Что Хамас Не может Себе Позволить Обстрелы Израиля Безнаказанно Кроме Того Происходит Что-то Интересное В Тегеране Что-то Интересное Происходит В Тегеране Тегеран Сообщает О том Что у него Там Вроде Скопился Газ И Взорвался Но Очевидцы Говорят О том Что там Взорвался Ракетный Завод В 20 Километрах От Тегерана Взорвался Он так Что Было Видно Огромное Зарево Просто Над ним И В данном Случае По-видимому Речь идет Не о бомбардировках А о диверсии Причем Скорее всего Диверсии Электронной Когда Как-то С расстояния Там что-то Было Нарушено И Ну и Понятно Что все Указывают На Израиль Израиль Хранит Молчание Никак Не реагирует На эти Обвинения Возможно Израиль Возможно Не Израиль Вот Во всяком Случае Иран Не может Себе позволить Безнаказанно Производить Оружие И грозить Им Израилю И На фоне На фоне Вот Коронавируса На фоне Каких-то Вот Ваших Неприятностей В Америке Вот этого Бунта Вдруг Резко Увеличилось Количество Желающих Приехать В Израиль Ну В первую очередь Конечно Речь идет О Израильтянах Которые По каким-то Своим Делам Для работы Для учебы Еще для чего-то Выезжали За границу Я говорила Что в самом Начале Кризиса Они постарались Все вернуться В Израиль Израиль даже Присылал За ними Самолеты Потому что Лечиться лучше Дома Тем более Есть Страховка Для всех А теперь Речь идет О новых Репатриантах Причем В отличие От стандартной Ситуации Когда больше Репатриантов Идет в Израиль От Скажем так Из Восточной Европы Они из западных Стран Сейчас наоборот Резко Увеличилось Количество Американцев Которые Хотят Приехать В Израиль Или по крайней мере Рассматривают Такую возможность Откуда Это следует Запомните Такую Организацию Называется Она Нефиш Бе Нефиш То есть От души К душе Эта организация Занимается тем Что она Помогает Помогает В первую очередь Репатриантам Из Америки Во второй очереди Из некоторых Других стран Тоже Переехать В Израиль Она Дает им Ответы На все Интересующие Вопросы Пытается Помочь им Найти Жилье И работу Решает Какие-то Другие Практические Проблемы И у Этой Организации Есть сайт Если Вам Или Каким-то Вашим Знакомым Понадобится Помощь Для того Чтобы Репатриироваться В Израиль Запомните Этот сайт nbn Нефиш Бе Нефиш Точка Орг Я его напишу У Сергея Будет Точные Данные Но даже Если Вы наберете В интернете Даже Русскими Буквами Нефиш Бе Нефиш Вы сразу Найдете Этот сайт Так вот На этом сайте Давайте Попробуем Принять звонок А потом Вернемся Добрый день Слушаем Здравствуйте В интернете Появилось Сообщение О том Что в Израиле Разработано Оружие Называется Новый Лазер Который Способный Уничтожать Воздушные Цели В размере Даже меньше Чем Мелкокалиберный Снаряд Что вы знаете Об этом И как оно Применяется Если оно Есть Как оно Применяется В действительности Спасибо Я послушаю Применя Действительно Говорилось Об испытании Этого Нового Лазера Причем Как действует Лазер На больших Расстояниях Понятно Что Сила Лазера Уменьшается Пропорционально Квадрату Расстояния Как минимум Может быть И больше Я не Физик Специалист Но По-видимому Поскольку Сейчас Все Все приборы Оснащены Электроникой По-видимому Этот лазер Делает В первую очередь Так сказать Добирается До электронных Приборов Наведения И В первую очередь Разрушают Их Прежде чем Даже Физически Разрушить Вот Те ракеты Которые Летят И Действительно На испытаниях Этот лазер Показал Что он Достаточно Эффективен Он Намного Дешевле Любых Ракет Перехватчиков И Действительно Испытания Показали Более Подробные Сведения Понятно Что не дают Это стратегическое Оружие Значит Более подробных Сведений Нет Но Вот Тем не менее Так сказать Успехом Наш Хайтек Оборонный Похвастался Действительно Действительно Лазер Разработан Действительно Он есть И По-видимому Его уже Начинают Применять Сергей Давайте Наверное Ну Наверное У вас будет Возможность Закончить Относительно Веб-сайта Это вы еще раз То что вы не досказали Потом сделаем Так вот Насчет этого Веб-сайта На нем Зарегистрировалось Только за Последний месяц В два с половиной Раза больше Людей Желающих Получить Вопрос Получить Ответы на вопросы И Переехать в Израиль Чем за Тот же Июль Предыдущего Года Речь идет О почти От тысячи Американцев Которые Вдруг Зарегистрировались На этом сайте И Выясняют Какие у них Есть возможности Для переезда В Израиль Так что Запомните Эту организацию Нефиш Бенефиш И Если у вас Есть вопросы Есть желания То Вы можете Всегда У вас всегда Будет К кому Обратиться Хорошо Сергей Давайте Давайте Мы сделаем Небольшой Перерыв Очередной После чего Вернемся Обязательно Продолжим Израиль За неделю На народной волне Продолжаем Нашу беседу Напомню Телефон В студии 847-400-5200 Если у вас По прежнему Остались вопросы Были попытки Дозвониться Во время Рекламной паузы Но Если по прежнему Остались вопросы Пожалуйста Звоните И Задавайте Ну а пока Вернемся К событиям В Израиле Что же Происходило За время Мне хотелось бы Мне хотелось бы Вставлять В свои передачи Исторические события Которые Годовщины которых Мы сейчас В Израиле Отмечаем И вот 22 июля Июня По традиции В Израиле Отмечают День памяти Судна Альталена Которая Была Расстреляна История Альталены Очень Интересна Альталена Это название Которое Выбрал Еще Жаботинский Это Жаботинский Создал Ревизионистское Движение В сионизме И Ревизионистов Представляли Вооруженные Отряды Эцеля Они Боролись С англичанами Они Заставили Собственно Англичан Уйти Из Страны Израиля Они Сделали Возможным Чтобы Было Объявлено О создании Государства Израиль И вот В 1948 Встала Проблема Кто же Действительно Будет В будущем Правительстве Государства Израиль Должны были Быть Выборы И Перед Этими Выборами Бен-Гурион Был Очень Заинтересован Чтобы Как-то Скомпрометировать Ревизионистское Движение Бен-Гурион Принадлежал К Рабочему Сионизму То что То что У нас Вот Сегодня Практически Исчезнувшая Партия АВАДА И вот Давайте Мы остановимся Потому что Чтобы не держать Людей на линиях Звонят Давайте Примем вопрос А потом Продолжим Добрый день Здравствуйте У меня вопрос По поводу Иммиграции Я недавно Прочитала На Росбиттер Ньюз Что 90 тысяч Эфиопов Будут Репатриированы В Израиль Это Как Правда Или Нет Будьте любят Хотя Значит Эфиопы Разные Бывают Есть Эфиопы Эфиопы А есть Евреи Из Эфиопии Которые Действительно Долгое Время Жили В России Они В Эфиопии И вот Евреи Эфиопские Уже Практически Все В Израиль Репатриировались Остались Какие-то Там Родственники Которые В общем Далеко Не евреи И Действительно Эфиопская Община Всячески Лоббирует Чтобы им Тоже Разрешили Приехать В Израиль По закону О возвращении Чтобы их Пустили И К сожалению Каждый раз После такого Лоббирования В Израиль Впускают Очередную Партию Людей Которые В общем Далеки От еврейской Традиции От еврейского Народа Раньше Когда их Пускали По закону О возвращении Необходимым Необходимым Условием Их Принятие В Израиле Было Прохождение Гиюра И Действительно Они шли на это Считая Что это В общем Не такая Большая Плата За то Чтобы Переселиться Из страны Третьего мира Из Эфиопии В страну Первого мира В Израиль Потом же Их принимали Уже В обход Закона О возвращении Просто В качестве Воссоединения Родственников И В общем Это привело К некоторым Проблемам Последнее Из них Это как Вы помните Примерно Как у вас Полицейский Который Нечаянно Застрелил Эфиопского Бандита Который Пытался Там Со своими Дружками Пытался Ограбить Подростка Полицейский Который Не находился При исполнении Обязанности Просто оказался Рядом Воспрепятствовал Этому Стрелял В пол Поле Срикошетировало Был убит Этот Так сказать Преступник Был убит Но Было что-то Так сказать В миниатюре Похоже Вот на Ваши Ваши бунты Black Lives Matter Ну К счастью Сегодня Это уже Немножко Рассосалось Но В общем Есть Есть у нас Проблемы С репатриантами Из Эфиопии Потому что Далеко не все Из них Считают себя Евреями Хотят присоединиться К еврейскому народу А Наоборот Хотят перестроить Израиль под себя А что это такое В общем Вы Сегодня Сами видите На своих улицах Спасибо Нида Не дождался Еще один был звонок Радиослушатель звонил Не дождался Ну Тогда Продолжим Тогда продолжим Значит Речь идет о том Что при создании Государства Вот в 48 году Шла Ожесточенная борьба Правых и левых Гораздо более Ожесточенная Чем сегодня Тогда Так сказать Речь Вот как сейчас Я расскажу Доходила до убийства И Бен-Гурион Был заинтересован В том Чтобы подмять Под себя И военизированную Организацию Ревизионистов Эцель И Как-то Скомпрометировать Ревизионистов Чтобы они Получили Меньше голосов На выборах В Кнесет Израиля Тогда Было Международными силами Было объявлено Эмбарго Потому что Ближний Восток Был горячая точка И Было запрещено Давать Евреям Оружие Арабы Его получали Из арабских стран В обход любых Эмбарго А евреям Было запрещено Давать оружие И главная проблема Для Израиля После объявления Независимости Была в том Как достать Оружие Бенгурион Прилагал Очень большие усилия Советский Союз Как-то неофициально Через Чехословакию Помогал А у Эцеля Были свои Свои способы И Эцель Смог раздобыть В Европе Закупить корабль Оружие Утверждая Что это Оружие Совсем Для других стран И Смог Привезти Корабль Оружие Привезти В Израиль Казалось бы Нужно Радоваться В Израиль Идет оружие Так необходимое Для Израиля Ведущего войну Против Сильно Превосходящих Арабских сил Но Бен Гурион Не хотел Идти Ни на какой Договор А ревизионисты Везущие Корабль Этого оружия Говорили о том Что мы его Разгрузим И поделим Поделим Часть получит Наша организация Эцель Часть Ваша Организация Часть Ваша Организация Бен Гурион Не хотел Идти Ни на Какое Соглашение Он Увидел В этом Способ Скомпрометировать Ревизионистское Движение Как-то Подмять Его Под себя И вот Когда корабль Пристал К берегу В Кфар-Виткин Это Где-то На севере В районе Современной Хадера Скажем так То Пришли Бен Гурион Прислал Военные Части Которые Стали Так сказать Препятствовали Тому Чтобы Ревизионисты Разгружали Оружие И корабль Вынужден Был Снова Отойти От Берега И Приплыл Прямо В Тель-Авив Тель-Авив Тогда был Городом Правых Тель-Авив Это был Город А не Кибуц Не Машаф Где в основном И Располагались Располагались Социалисты Бен Гуриона И Корабль Из-за того Что мелко Встал на якоре Ввиду берега И Тогда Бен Гурион Велел Обстрелять Этот корабль Потопить его Ну По принципу Не доставайся Ты никому Да То есть Ушел на Прямое Преступление Страна Нуждалась В оружии А он Предпочел И стрелять По евреям И убивать Евреев И потопить Корабль Корабль С оружием Бегин Который Тогда Был Во главе Ревизионистов Сказал Что он Не допустит Гражданской Войны Запретил Кораблю На котором Были Была возможность Отвечать На обстрел В результате Несколько Человек Было Убито Несколько Люди Поплыли В плавь С тонущего Корабля Поплыли В плавь К берегу Благо Это было Не очень Далеко И С берега Артиллерия Продолжала Стрелять По евреям Расстреливать Безоружных Людей В воде И командовал Этой Артиллерией Молодой Военный По имени Ицхак Рабин Вот такое Было Его начало Военной Карьеры Когда он Стрелял По евреям В то время Как Многие Другие Просто Отказались Первоначально Бен-Гурион Обратился К летчикам К военно-воздушным силам С тем Чтобы те Разбомбили корабль На что Все летчики Ответили ему Что Мы Репатриировались в Израиле Не для того Чтобы воевать с евреями И все отказались А вот Рабин Не отказался Ревизионисты Не ответили на это Они Просто Стали жертвами Ну Многие конечно Спаслись Но К сожалению Многие были ранены И Десятки были убиты И до сегодняшнего дня 22 июня Как я сказала Отмечается День памяти Альталены Когда Не было карантина То были Правительственные делегации Которые ходили На кладбище Там отмечали И на берегу На берегу Стоит памятник Расстрелянному кораблю Альталена Напомню Что Название Альталена Придумал Жаботинский К этому времени Конечно Он давно уже Был Не с нами Но Название Альталена Это было название Его газеты Он считал Что это Рычаг Хотя На самом деле По-итальянски Это качели И вот В память О Жаботинском Корабль назвали Альталена И Вот это вот Рычаг Мечта Жаботинского Была расстреляна При этом Самих ревизионистов Обвинили В мятеже Хотя они Не стреляли Тем не менее Их сделали Виноватыми Сказали Вы Хотели Поднять мятеж Их скомпрометировали И в результате На долгие годы К власти В Израиле Пришла Социалистическая Партия И Бен-Гурион Вплоть до 77-го года Ну и Плоды этого Социализма Мы пожинаем И сейчас И Главное Что Вот эта вот Уверенность Левых Что правые Никогда не будут Стрелять в евреев Она Делает Возможность Левым Безнаказанно Проводить Такие акции Как например Выселение Гушкатифа Когда армия Была Совершенно Уверена Что Правые Поселенцы У которых Сами Служили В армии У которых Есть армейское Оружие У которых Есть личное Оружие Так вот Они были Уверены Что правые По ним Стрелять Не станут И К сожалению Это привело К тому Что сейчас Вот Гази евреев Нет Зато наоборот Там правит Хамас И регулярные Обстрелы Так что До сегодняшнего Дня Трудно Решить Вопрос Правливый Бегин Когда он Говорил Что я Не буду Стрелять У евреев Я Не хочу Братоубийственную Войну Или Наоборот Если бы Бегин Был готов Дать отпор Может быть Это бы Подействовало Как сила Сдерживания И Может быть История Израиля Пошла бы По другому Сергей К сожалению Времени Больше Не остается Спасибо Большое И до встречи В следующий раз Спасибо До встречи В следующий раз В следующий раз Будет как раз Годовщина Операции Энтеба Очень интересная Спасательная Операция Израиля Беспрецедентная Я вам О ней тоже Расскажу Будем ждать Кроме новостей Будем ждать Спасибо Ну и не болейте Берегитесь Берегитесь И желаю вам Чтобы И на улицах Ваших Тоже стало Поскорее тихо Спасибо